Добрый вечер! Добро пожаловать на онлайн-метап в Эллюстрим в организации. Я был, на самом деле, приятно удивлен количеством людей, которые заинтересовались по поводу программы. Ну, во-первых, у нас два ведущих. Один ведущий — это Алексей Ионов. Добрый вечер еще раз. И второй ведущий — Руна Кристинсон, представитель компании «Скелт Эжайл», стратегический консультант «СПЦТ». Я бы хотел снова поздравить вас, что мой русский не улучшился после прошлого раза, поэтому у нас есть отличный Алексей, чтобы помогать с переводчиком. Но я надеюсь, что это делается с вами, и, может, в следующем году, или в следующем году, я смогу посетить вас. Это будет очень приятно. Спасибо, что пригласили. Бой русский с прошлого раза не сильно улучшился. Алексей будет мне помогать. И буду рад рано или поздно посетить и пообщаться лично. Еще раз спасибо за то, что пригласили. Мы, на самом деле, планируем с Руны кое-что рассказать. Здесь есть представители очень разных компаний, и я уверен, что есть что рассказать у вас, у участников. И у нас, на самом деле, запланировано небольшое упражнение, где мы попробуем вместе, ну, соответственно, вы в командах, мы будем помогать, насколько это возможно, попробовать некоторые идеи, может быть, помочь друг другу разобраться, как же это нужно делать применительно к специфике вашей организации. Пару слов скажу я относительно того, что поменялось в мире, почему вообще мы сейчас говорим о потоках ценностей. Очень быстро пробежимся по исторической картинке. Изменения в мире, которые повлекли за собой, собственно, вот эти новые подходы к управлению, они начались с появлением первого компьютера, но тогда они были не очень заметны, потому что компьютеры были достаточно примитивные. Но в определенный момент у нас стало возможным, с удешевлением компьютера стала возможна автоматизация, и где-то во второй половине прошлого века у нас начали укропняться, расти различные глобальные проекты автоматизации, многие из которых заканчивались неудачно. И вот тут вот где-то уже совсем в конце, в 85-м и далее, в 87-м годах, собственно, стали задумываться, что же сделать для того, чтобы все-таки с большей вероятностью достигать успехов. Тогда еще речь шла только про IT-разработку. И, собственно, все это привело вначале к созданию отдельных подходов, идей, таких как Scrum, таких как XP, и потом, собственно, написание манифеста, и дальше развитие этого как большое движение. Но это не вся картинка. Это далеко не вся картинка. На самом деле, когда мы говорим о бизнесе, когда мы говорим о организации, организации средние, организации крупные, нам еще важно понимать, как, в принципе, развивалось производство. У нас очень важные изменения. Это, собственно, промышленная революция, которая произошла благодаря появлению паровой машины. То есть когда вот эту вот мануфактуру, кстати говоря, вот с левной картинки ярославского мануфактура, да, было чем приводить. Дальше у нас быстро перематываем это до первой половины прошлого века, ну, к концу первой половины прошлого века появляется бережливое производство, появляются статистические методы, которые поддерживаются уже интегрированными производственными системами. Сегодня мы говорим об изменении структуры труда. То есть мы говорим о том, что все меньше и меньше технических операций механических выполняется людьми, хотя они, конечно же, еще остаются, и все больше и больше у нас происходит перекладывание этой работы на цифру. То есть у нас роботизация, цифровизация, и все больше и больше нам нужно, чтобы люди думали, а не просто технически выполняли свою работу. Это тоже радикальные изменения, это тоже одна из приспосылок. Давайте посмотрим еще повыше, да, подальше с точки зрения истории. Нам, в принципе, интересна история с тем, как мы обмениваемся информацией. То есть у нас когда-то давно появилась письменность, да, потом появилось печатное дело, с появлением компьютеров появились базы данных. Когда появился интернет, появилась возможность передавать эти данные с большой скоростью и потом в очень больших объемах. Сегодня мы говорим про big data, данные, которые мы не можем вручную обработать, для обработки которых мы используем различные, опять же, информационные системы. То есть и это у нас уходит в сторону автоматизированной разработки, нейросети, искусственного интеллекта и так далее, и так далее. Ну и завершу я всю эту историю сменой подхода к труду вообще глобально. То есть если раньше мы говорили, вот раньше-раньше, то есть совсем раньше, когда нужно было поймать мамонта, не быть съеденным саблезубым тигром, значит, вот там было выживание. И оно очень долго было, на самом деле. В основном для людей, для большинства людей именно выживание. То есть у нас там был кноут, потом где-то там появился пряник, но сегодня пряник недостаточно. Сегодня нам нужно, чтобы люди были заинтересованы и осмысленно заинтересованы, осознанно заинтересованы в том, что они делают. И это тоже глубокое изменение. Конечно, эти шкалы не синхронны, но это некоторая идея вот тех изменений, которые произошли в мире, которые требуют нового мышления, возвращаясь к построению наших предприятий, наших организаций. Если посмотреть аналитику, вот слева и снизу Standard & Poor's, соответственно, время жизни компании, которая так вот сокращается, сокращается, сокращается. Справа сверху Fortune 500. Вы видите, что если компания была образована 35 лет назад, это не то же самое, что если она была образована 15 лет назад. То есть у нас снижается, на самом деле, время жизни компании, становится более волатильным у нас глобальный рынок, в УКО-мир, но, с другой стороны, время, справа снизу картинка, до капитализации существенно снижается. До капитализации, в данном случае миллиардной капитализации. И вот что же такое, что эти компании делают, как они этого добиваются? Тоже вопрос, какие изменения нужно произвести для того, чтобы это произошло. Рынки и решения продукты, которые сегодня существуют, в основном развиваются с точки зрения своего совершенства экспоненциально. Это правая левая картинка. Это замечательная книжка Салима Измаила экспоненциальной организации. Я очень люблю ее. Она хорошо рассказывает, что происходит на рынке. И речь идет о том, что даже если вы развиваетесь, но развиваетесь линейно, то рынок в определенный момент вас перегонит, и тогда будет у этого рынка, у развития на этом рынке такая скорость, что вы его уже не догоните никогда. Поэтому, если вы не развиваетесь так же экспоненциально, как и сам рынок, у вас нет будущего. Это тоже очень хорошая, правильная идея, о которой стоит задуматься. Но как мы управляем нашими компаниями? Мы управляем нашими компаниями так же, как это было придумано в прошлом веке, в начале, в середине. И вот всех учили, и меня также учили. Давайте мы разобьем людей по отдельным функциям, поставим во главе каждого управления, подразделения, начальника, и они будут выполнять свою функцию хорошо. Все вместе будут выполнять бизнес-видение, бизнес-задачи организации тоже хорошо. И вот какое-то время это работало. Но это работало, пока, соответственно, люди выполняли технические операции. А вот как только у нас операции стали чуть сложнее, почему-то это перестало работать. Что у нас компания делает для того, чтобы это все-таки как-то работало? Компании нанимают в большом количестве в проектах магов, PM-ов, Project Magicians, вот те, которые управляют чудом. В ряде случаев менеджеров обязывают быть проектными магами, которых тоже собирают как отдельное управляющее звено, которое должно все эти конфликты снять. Но при этом это не тот способ, который снимает проблему. То есть у нас остаются, тем не менее, во главе различных подразделений люди, которые исключительно беспокоятся о выполнении своей функции. И очень большим заблуждением является то, что, стараясь оптимизировать работу своего подразделения вокруг вот этой конкретной функции, мы в общем создадим эффективную компанию. Люди устроены по-другому. Система управления так, к сожалению, не работает. Она как-то будет работать. Но за счет конфликта между различными функциями, которые мы создаем, просто собирая людей в эти функции, мы радикально снижаем эффективность работы нашей компании. Те компании, которые это поняли, они эффективно развиваются, и вот как-то так мы не можем понять, что же они такое делают по-другому. Вот, собственно, сегодня мы поговорим о том, что они такое делают по-другому, и как это можно сделать по-другому. I just want to say I really love those pictures you made in the last two slides. I don't even need to understand the text. I know exactly what they mean. So thank you for sharing that. Thank you. So why do we have these two old people in here? Почему у нас здесь два таких старца, мудреца на этой картинке? So in SAFE we have many different sources of inspirations, and these two guys are some of the most important ones. В SAFE у нас много источников для вдохновления, и вот эти два человека, наверное, одни из самых важных для нас. So we have one of them, Peter Drucker, who was a management consultant, but really did a lot of good work within modern business corporation. Peter Drucker was a consultant, management, and he did a lot of business for the development of corporations. And then we have William Edward Deming, who was really a thought leader on system thinking and the theory around that. So as we start this work here, it's important to understand that value stream identification is not an isolated exercise, but you need to invite more people from your organization. So the quote from Peter Drucker here, knowledge workers are those who know more about work than the superiors, are the people working inside the company doing actual work, and we want to invite those in. So this is the quote from Peter Drucker, that knowledge workers, know, think, intellectual workers, they know more about work than their principals, and we have to invite them to this event. So those who do this work. On the other side, we have Mr. Deming, who talks about that the senior leaders should participate themselves in these exercises and learn what it is they do. They can't just send somebody else to do the work for them. And hopefully you will see as we go through the exercises why it is important to have this knowledge in the room. And I hope that when we are going through the exercises, you will understand why it is important to have all this knowledge in one room. Why do we need value streams? There is, in fact, why we need value streams? So I just thought, yeah, before you move on, actually I just want to say something. So this exercise is something we teach during our implementing safe class when we train new SPCs. And the full workshop with the company will typically take one to two days depending on the size of the company and how complex it is. And in reality, this event, this workshop can take one to two days depending on the size of the company and how complex it is. Right. So value streams originally came, well, safe didn't invite them. They are originally from lean thinking. And in lean we talk about to precisely specify value by our products. And then as we have identified the products, we want to identify those value streams we have for each of the products. And here you see Alan Ward, who is another both lean thinker and user who have written a very great book about value stream in general. And here you see Alan Ward, who has written a great book about lean thinking. And here you see Alan Ward, who has written a great book about lean thinking, which is what he specializes. And you can also recommend it. Right. And some of the value he has found in using and organizing amount value streams is some of the things that we are looking for in today's enterprises. And the three things that he really highlighted are faster delivery. And higher quality. And most importantly, higher customer satisfaction. So there are several reasons for why it's really good idea to organize around value. And most of SAFE that we're talking about here are focusing on making sure that we organize all of the people we have around the value streams. And there are many reasons why it needs to organize around value. And SAFE, собственно, предлагает инструменты и идеи, как организовать людей для создания, организации вокруг потока ценностей, как организовать людей вокруг создания этой ценности. Давайте вы немножечко между собой начнете общаться. Я только сделаю несколько вводных по поводу того, как это будет происходить. Я подготовил, поскольку у нас онлайн, я подготовил доску, доски, точнее. Вы в каждой из команд должны договориться, собственно, о каком потоке ценностей. Может быть, например, кого-то из участников вы будете говорить. И дальше вам нужно определить, какие функциональные подразделения, ну, силос они здесь называются, в первую очередь влияют на эти потоки ценностей. Если вопросов нету, тогда сессионные залы на 8 минут открывают сессионные залы. Через 8 минут собираемся здесь, в центральном зале. Я вижу, что у нас команды стали уже даже следующие шаги делать. Но на это у нас будет отдельное время. И, на самом деле, мы планируем интересные вводные еще рассказать до этого. Ну, вот, собственно, команда 3 примерно сделала то, что ожидалось. И я обращаю внимание, что у них, видите, еще отметки. Ну, они у всех, собственно, есть, да, вот эти красненькие отметки. Это какое влияние то или иное подразделение имеет на анализируемый поток ценностей, на создаваемый поток ценностей. То есть нам нужно вот эти вот, на самом деле, подразделения в реальной жизни, сейчас, конечно, не за 8 минут, да, но в реальной жизни хорошо понимать, потому что, ну, это наши участники будут нашего операционного потока ценностей. Я могу сказать пару слов еще про эксерсайты, но это я про Руну. Перевожу уже, да. Могу сказать несколько слов про упражнения. So, think about, again, the two old guys that I make reference from before. Да, вспомните про этих двух старых людей, которые у нас были пару слайдов назад. Когда мы делаем упражнения, нам нужно понять, какие силосы, какие департаменты участвуют в этом потоке и какие для нас наиболее важны. Sometimes there's simply not an overview or transparency over the different organizational silos. So we make it very transparent in this exercise. То есть обычно нету полной прозрачности и понимания, кто в этом участвует. Мы как раз в этой части создаем такую прозрачность и определяемся, кто реально участвует в этом потоке ценностей, кто на него влияет. Пару слов по поводу, что такое поток ценностей. То есть это последовательность шагов, которые используются для доставки ценностей клиента. Обращаю внимание, что включают в себя все шаги. От концепции или заказа клиента до доставки ценностей и или получения оплаты. Не всегда поток ценностей заканчивается оплатой. Бывают и другие ситуации, например, внутренние, когда мы говорим. Состоит из людей, которые выполняют работу систем, а также поток информации и материалов. Это очень важно. То есть эти вещи не разделяются в понятии потока ценностей. И у нас поток ценностей начинается с некоторого триггера. То есть некоторые события, мероприятия, что-то происходит, который инициирует дальше уже вещи, которые внутри потока ценностей, как правило, в основном делаются подразделениями нашей компании. Завершается поток ценностей тогда, когда ценность появляется у нашего клиента. Отправка товара, совершение покупки, решение в эксплуатацию, неважно. То есть это универсальное понятие. Как я сказал, не всегда деньги являются результатом поток ценностей. Шаги в середине процесса – это что мы внутри делаем. И, естественно, мы можем сказать, что от этого момента до этого момента – это время, которое требуется для того, чтобы эту ценность создать. Я обращаю ваше внимание, что когда мы делаем картографию, визуализируем поток ценностей, мы не учитываем ветвление. То есть могут быть какие-то шаги, точнее, должны быть какие-то шаги. Но нам здесь вот эти вот, особенно обращаясь к любителям, но это я к нему себя тоже отношу, там всякие BPM, workflow, там всякие прочие средства визуальной разработки, вот нам здесь это мешает. То есть шаги для каких-то элементов ценности не могут выпадать, но нам здесь это не важно. Нам, в принципе, нужны крупными мозгами шаги, по которым проходят ценности. В SAFE мы работаем с двумя типами потоков ценностей. То, что зеленый сверху, мы называем операционный поток ценностей. И вообще-то это способ, с помощью которого наша компания делает деньги. Это какой-то набор активностей, который позволяет нам доставить продукт нашему клиенту. Это может быть, например, создание автомобиля для конечного клиента. Это может быть поход в банк для того, чтобы получить займ. А если вы в госпитале, это может быть процесс помощи пациенту с каким-то заболеванием, с какими-то проблемами, которые он хочет решить. И другой тип потока ценностей, с которым мы работаем в SAFE, это разработческие потоки ценностей. И разработческие потоки ценностей – это тоже набор активностей, операций, которые мы производим. И в данном случае они направлены на то, чтобы создавать системы или продукты, которые нужны операционному потоку ценностей, или которые продают операционный поток ценностей. И да, конечно, для нас, с точки зрения SAFE, основной фокус на разработческий поток ценностей, но нам нужно понимать операционный поток ценностей для фокуса на клиента и создаваемые собственно ценности. И вы можете обратить внимание, что в разработческом потоке ценностей шаги, которые были озвучены, это как раз создание какого-то решения, которое мы используем, либо потом доставляем нашим клиентам. И, как вы можете видеть здесь, это также включает все разные люди, которые участвуют. Итак, это ваши продукты, разработчики, тестеры, операционные люди, которые у вас есть в IT, например. И обращаю внимание, что сюда включаются все люди, которые нужны для того, чтобы создать это решение. Это разработчики, тестировщики, инженеры, кто бы это ни был, все, кто, без исключения, все, кто нужны для создания этого решения. И сегодня у нас ограниченное время. Наш фокус сегодня на идентификацию операционного потока ценностей. Ну и, собственно, необходимость в том, чтобы его идентифицировать. Сейв с недавних пор, это появилось немного-много лет назад, это очень классное уточнение, которое коллеги сделали. Сейв идентифицирует четыре типа потока ценностей. Эти четыре типа потока ценностей, я сейчас пробегусь по ним быстро, Руна пару слов скажет чуть глубже. Первый поток ценностей в английском варианте называется «fulfillment». То есть, когда нам нужно выполнить, исполнить какой-то сервис, какое-то задание. То есть, в банковской сфере самый явный пример таких потоков ценностей – это выдача кредита. Второй тип потока ценностей – там, где у нас появляется производство. Но производство чего-то физического. То есть, в данном случае яркий пример – это производство автомобиля. Третий тип – это когда мы тоже производим продукт, но продукт в виде программного обеспечения. Там все-таки это другой тип и много специфики, потому что это именно софтвер, а не хардвер, которым является автомобиль. Хотя в нем тоже софтвер более чем. И последний, четвертый тип потоков ценностей – это называется «поддержка», то есть «support» в английском варианте. Там, где мы какие-то мероприятия поддерживаем, которые происходят или которые должны происходить. То есть, оказание каких-то услуг, связанных с поддержкой. Для начала давайте еще введем одно понятие чуть глубже по поводу, зачем нам нужно разделение, о котором Бруно говорил. Операционный поток ценностей, разработческий поток ценностей. У нас, как я в начале нашего метапа сказал, мир очень сильно меняется. И если в прошлом веке, в веке массового производства нам нужно было производить как можно больше с минимальными издержками, то на сегодняшний день фокус, и это, собственно, ближе к операционной деятельности, то есть, когда много продать и так далее, одинаково, то на сегодняшний день мы говорим об инновациях в продуктах. И компании те становятся прибыльными, которые в первую очередь могут быстро разрабатывать новые продукты. И поэтому нам так важны разработческие потоки ценностей. Собственно, поэтому здесь не только про софт. Речь идет вообще про любые решения, которые на рынке существуют. И поэтому нам нужно понимать, собственно, и повышать эффективность именно разработческих потоков ценностей. То есть, операционные потоки ценностей должны быть эффективны, разработческие потоки ценностей должны максимально быстро эти решения создавать. Значит, разработчики потоки ценностей включают действия от распознавания возможностей до выпуска и валидации. Обратите внимание, ничего не исключается, еще раз, третий раз об этом говорим. Шаги, поток информации, материалов, людей, которые разрабатывают решения. И мы здесь говорили о том, что эти решения либо нужны для обеспечения работоспособности операционного потока ценностей, либо они продаются операционным потоком ценностей. У нас есть четыре типа операционных потоков ценностей. И первый тип – это поток ценностей исполнения. И мы его используем, когда происходит какой-то запрос, выполнение запроса клиента. В данном случае это заем. И обратите внимание, здесь все шаги, которые мы делаем с клиентом и которые делает клиент для того, чтобы получить эти деньги. И эти потоки ценностей, они очень часто в страховой индустрии, в банковской, в финансовой сфере очень-очень много где существует. И чуть ниже приведены системы, которые поддерживают операционный поток ценностей. И внизу – разработческие потоки ценностей, которые поддерживают операционный поток ценностей, создавая и выпуская в эксплуатацию эти системы. Следующий пример. И здесь пример производственного потока ценностей. И это пример потока ценностей, который создает физический продукт для конечного пользователя. И здесь мы помогаем клиенту с момента заказа до конца, до получения этого продукта. Обратите внимание, мы не будем погружаться глубоко в разработческий поток ценностей на этом мероприятии. Обратите, пожалуйста, внимание, они не машину создают, имеется в виду вот эти потоки ценностей. Они разрабатывают спецификации, которые необходимы для того, чтобы произвести автомобиль. I think many people can relate to this one. И посмотрим на следующий. Я уверен, что многие вот с таким потоком ценностей очень знакомы. So this is the software product, Operational Value Stream. Это операционный поток ценностей, разработки программного продукта. And to some extent it is very similar to the Fulfillment Value Stream. И в некотором смысле это очень похоже на исполнительский поток ценностей. But the difference is that all the way out to the right you will see there is some kind of digital product that we also create as part of our work. Но разница в том, что в конце есть некоторый цифровой продукт, который мы создаем как часть нашей работы. So that could be any kind of product or service. It could be desktop software. It could be games. It could be apps for your mobile devices. Это может быть абсолютно любой продукт, приложение, сервис, игры, мобильные приложения. Абсолютно любое. So here our Development Value Stream is both focusing on supporting the systems that sell the software and on the system that we actually build. И обратите внимание, разработческие потоки ценностей, они с одной стороны поддерживают системы, которые обеспечивают продажу программного обеспечения. И также у нас вот видите справа здесь разработческий поток ценностей, который создает это программное обеспечение. И последний тип. И это операционный поток ценностей, типа поддержка или поддерживающий. And this type of value streams is typically where we have a part of our organizations that support multiple internal operational value streams. И это тот пример, когда часть организации осуществляет поддержку для многих операционных потоков ценностей. So those operational value streams could, for example, be an annual audit process in finance. Эти потоки ценностей могут быть, например, ежегодные аудиты в финансах. Or it could be an onboarding or offboarding process within human resources. А могут быть процессы, связанные с наймом и, соответственно, поддержкой HR. And you typically see very big ERP systems that are supporting these multiple operational value streams. And these systems are, of course, also in many cases developed, tested and released within the organizations. И эти системы часто разрабатываются, тестируются и выпускаются в эксплуатации внутри этих организаций. We have a question. Good. I love questions. In the real life, those types mostly combined. Is it correct? Тут вопрос от Сергея. Полагаю, редко встречаются ванильные паттерны, скорее комбинированные. No, actually, I typically see them very specific. So if you're building a software product, well, then you have a software product, development value stream, and you both support the systems that you sell, and you support the system that you actually produce some kind of software product. В реальной жизни я чаще всего как раз встречаюсь с тем, что вот эти типы, они более или менее выделены и соответствуют тому, что происходит в компаниях. Ну, я на самом деле могу только поддержать. Тут есть представители разных компаний. Можете тоже сказать, друзья, как вы считаете, на вашей практике потоки ценности похожи на эти, либо они вот смешаны из всех четырех типов? Кто этим занимался, кто с этим сталкивался? Ну, мы на самом деле, я вот этих типов не видел. Мы сделали, я вот сегодня хотел рассказать, да, тоже выделили четыре типа. Они у нас немножко другие получились, но где-то похожи. Но действительно, там есть проблематика и комбинатория тем. Есть вещи прямо очень похожие. У нас тоже получилось прямо четыре типа. Класс. Потому что мы производством не занимаемся, но типы у нас получили четыре. У нас один раз на два. I'm happy. Thank you, be happy to hear. Здорово. Представляю Максима Захарова, одного из лидеров трансформации Home Credit Bank. Собственно, он уже начал отвечать на вопрос. Максим, ну по поводу специфики, что ты скажешь? Как вот у вас это происходит? Вложка нашего предводителя. Максим is saying that their safe guide is behind him, a big picture of the internal banks' guide into safe. Да, с паровозом полных хомяков. В общем, расскажу про наш опыт. Потому что одна из таких, наверное, для трансформации самых больших проблем, как то, что нарезано было вертикально силосами департамента, как это правильно разместить горизонтально, потому что оно сходу вот так вот не делится совсем. Первая проблема в том, что логично для банка делить потоки ценностей от продуктов. Похожая схема, которая была здесь, про кредитные продукты, про кредитные, дебетовые, карты и так далее. Но дело в том, что они не работают автономно. То есть это не прямые рельсы, как если брать налоги железнодорожные. Это вещь, которая постоянно где-то пересекается, комбинируется в огол, и разные продукты начинают идти по одним рельсам, как бы обрабатываться одним потоком и обрабатываться пакетом. Поэтому, чтобы делать стрим максимально автономным, ему в идеале, во-первых, надо сделать из него мини-банк со всеми компетенциями, которые он есть, если мы рассматриваем цепочку целиком. А второе, что когда вы разворачиваете эту конструкцию в поток, вам точно не хватит людей на фултайм. Там точно не хватит. Потому что если есть какая-то централизованная функция, как строился классический банк, то ее разделить на стримы очень сложно. В рамках существующих бюджетов – это вторая проблема, которую нужно как-то решать. И еще одна такая проблемка, которая важна для банка, для многих в современном мире, что первичнее – канал или продукт. Потому что для многих клиентов, приходя в канал, ему важен канал, он там выбирает продукт, он смотрит на качество сервиса, и это само по себе цепочек поставки ценностей для этого конкретного клиента. Он ищет сервис, который ему удовлетворяет. Он хочет жить с банком. Поэтому и продукт, и канал, что идти первичнее, всегда возникает эта проблема – яйцо или курица. Примерно так. Третье, естественно, очень похожая мысль была здесь, что есть ключевые фундаментальные сервисы, которые нужны всем продуктам, всем каналам. И их тоже нужно обслуживать. Вкупе их нельзя поделить под конкретный продукт. Это в том числе финансы, бухгалтерия, скоринг. И они тоже должны иметь возможность обслуживать стримы как сервисы. Они больше направлены на внутреннего клиента и на регулятор. То есть это тоже поток создания ценностей, тоже должен работать. Нужно найти комбинацию вот этих вот типов. И есть последнее. Он здесь тоже отражен. Мы его называем платформенным. Соответственно, надо разрабатывать платформы, развивать. Это тоже поток создания ценностей, который дает инструментарий для производства таких стримов. Поэтому у нас получилось 4 типа стримов. И мы их реально так запускаем. И примерно в таком приоритете они у нас расположены. Сначала мы запускаем продуктовый стрим, определяем все, что нужно максимально для того, чтобы продукт придумать, создать, поместить на полку, оформить, продать и обслужить. Вот этот, да, он формуется вокруг продукта. И в этих стримах есть все нужное с каналом, минимум для того, чтобы поместить на полку и обслужить. Они не развивают канал, как к тому историю. Они должны иметь достаточно компетенции людей для того, чтобы его выпустить и предупустить. То есть у них не должно быть очередей ожиданий, минимум. Первый тип. Второй тип – это канальный, который, я сказал, который обслуживает сам канал по себе и делает таким образом, чтобы клиенту, придя в этот канал, было удобно, он правильно нашел нужный продукт, правильно обслужился, ничего не потеряли, нигде не забыли. Ну, условно, по себе исключен бизнес. У нас два таких стрима, два направления – это онлайн и онлайн канальные. И третий – сервисные. Это там финанс-бухгалтерия, риски. И четвертый тип – это платформенные стримы, которые разрабатывают платформы, развивают платформы. Это чисто, по сути, айтишная история. Но заказчиками являются вот эти бизнес-стримы, и они там коммуницируют. Вот у нас получились такие четыре типа. Ну, и, соответственно, примерно в такой вот последствии мы их финансируем как-то, определяем их ресурсами и решаем вопросы с зависимостью. Ну, и на заключение. А дальше, наверное, самое большое искусство начинается в том, что как правильно обеспечить нужными людьми нужными компетенциями, чтобы уменьшать зависимость между ними. Точно так же, как мы уменьшаем зависимость внутри команд в Сейфе, при плане над этим работаем, также, по сути, мы сейчас на уровне портфеля начинаем работать, как эти зависимости уменьшать и точечной компетенции, которой не хватает, развивать в каждом из этих уровней, чтобы делать их максимально автономными. Но автономности в реале не получается, поэтому этим зависимостью мы управляем, как раз для этого делаем настройку такого абсолютно в портфеле. Спасибо. В том числе занимаюсь методологией, но руками работаю как РТЕ. Максим много поездов одновременно на самом деле. Сначала взял как РТЕ, но сейчас ситуация меняется в лучшую сторону. Как в девелоперские стримы попали чисто операционные подразделения, финансы и бухгалтерии? Но я добавлю, попали ли? Они не в девелоперские попали, они попали в сервисные. Есть порт сервиса, с которым банк работать не может. Бухгалтерия и риск – две базовые, фундаментальные вещи в банке, которые нужно развивать. Они не сильно зависят даже от продукта. Они обслуживают всю историю, обслуживают весь портфель, они обслуживают всю главную книгу. Поэтому они работают как сервис. Но важный момент. Вещи, которые связаны с новыми продуктами, что нужно сделать с точки зрения скоринговой модели, что нужно сделать с точки зрения обязательно отчетности, без которой нельзя выучить продукт на рынок. Эти компетенции есть в продуктовых стримах, они эти задачи делают сами. Это важный момент. Они очень часто, скажу, бизнес этому упирается, потому что они любят генерить идеи, давать новые продукты, бантики наверх. Но без этого соответствия они выпускать работу продукта не могут. Поэтому у них эти компетенции есть, задачи такие есть. И задача продуктовых стримах – сделать подключение. То, что поставил на пол, условно, в канал, продукт, он полностью соответствует регуляторно, он правильно упитывается в бухгалтерии, нужные отчеты уходят, нужные данные в ВКИ, они все это делают. А дальше уже как бы на уровне массы улучшают все эти процессы, улучшают уже в сервисных стримах. Ну и если стрима не хватает компетенции, чтобы это сделать самостоятельно, они идут в стрим такой, я помню, что это у этого есть проблема, которую мы продуктовым стримам пытаемся обозначить в том, что у них просто… Ну, мух не дайте руки, и они будут утверждать своим продуктом, пока им там что-то сделают. Поэтому остатки не должны. Я предлагаю сейчас вот еще вопрос от Максима. И, ну, от Дмитрия, наверное, я быстро отвечу, немножечко в теорию сейф. Значит, Максим, Максим Максима спрашивает. С делением, которое ты озвучил, нет ли разрыва доставки ценностей и передачи задач от поезда к поезду? Ну, как сказать, они бывают, понятно. Именно то, что я говорю, что когда ты все-таки передаешь управление, это история. Но клиентская часть, она остается у продуктовой команды, в первую очередь, да, и ее фокус туда, на клиента и на то, чтобы довести до конца. А у сервисного стрима больше фокус на уровне развития, вообще развития функций сервиса внутри. У них есть зависимости, есть как бы проблемы синхронизации, а это как бы вещь такая абсолютно очевидная и понятная. Вот, ну, минимум, понимаем, как с этим работать. Уменьшая эти зависимости, догружая нужными компетенциями, в первую очередь, продуктовые стримы, чтобы они были максимально автономны с точки зрения доставки конечной ценности в долг. Здорово. Спасибо большое. Так, я отвечу коротко Дмитрию, в чем разница между RTE, Project Manager и Product Manager. Значит, RTE – это скроммастер скроммастеров. То есть это скроммастер, который ведет команду-команд, которые в сейфе называются GL Restrain. То есть ничего общего ни с Project Manager, ни с Product Manager у RTE нет. У RTE очень много общего со скроммастером. Просто скроммастер отвечает за команду, а RTE – за команду-команд. Вот это все. Очень похожие, очень схожие функции. Ну, соответственно, остальное отличие, наверное, вы знаете. Можно много интересного найти на просторах интернета. Но если не знаете, можем просто сказать. Я еще хотел дать… Максим, большое тебе спасибо. Я еще хотел дать слово Сергею Кунцевичу. Привет. Привет. Давай я тебя представлю. Сергей Кунцевич – Digital CTO, компания Alcor, более известная на рынке под брендом L'Etoile. Участвует, соответственно, в цифровой революции. Революционирует свою компанию с помощью сейф. И вот, собственно, вопрос к тебе. А как это у вас? Как у вас работает история с потоками ценностей? Ну, нам посчастливилось заниматься внедрением, определением потоков ценностей, не имея огромного багажа функциональных силосов, которые нужно было каким-то образом подружить, организовать процессы и так далее. Мы строили, по сути, департамент бизнесовый с нуля, с нескольких человек. Сейчас у нас уже там по 200. И мы зашли, в общем-то, с понятного определения, понять, что есть ценность. То есть любого потока ценностей должна быть какая-то ценность. И кто есть получатель этой ценности. И поэтому начали мы, в общем-то, с одного потока ценностей, которая приносит опыт осуществления покупки в цифровых каналах компании Ritual для наших клиентов. Это ценность. То есть мы не производим. Мы производим, но де-факто это небольшая часть бизнеса компании. Собственно, товар мы, в первую очередь, ритейлеры. И продаем известные бренды. Соответственно, эти бренды потенциально клиент может купить в других местах. То есть покупая в Ritual, он покупает тот цифровой опыт, скорость, удобство, которые, в общем-то, мы предоставляем. Это и есть ценность первого нашего потока. В общем-то, зашли мы с него с точки зрения CGM. То есть весь путь клиента от внутри компании, от его интереса к факту получения счастливым клиентам покупки и возврата назад к нашу ЛОНа. И это и есть, по сути, стал операционным потоком ценностей. И в нем же организовался разработческий поток ценностей, который занимается разработкой и развитием всех наших солюшенов, которые обеспечивают, в общем-то, успешное прохождение ценностей от запроса до получателя. Там у нас есть, несомненно, внутренняя экспертиза с точки зрения есть внутренний маркетинг, который занимается развитием и выяснением этой ценности. У нас есть внутренняя аналитика, внутренние операционные процессы, которые функционально и эротически, если так можно сказать, то есть организационно принадлежат именно этому потоку ценностей. То есть они не находятся в каком-то выделенном подразделении. Несомненно, у нас есть сервисные подразделения, и большая часть компании функционирует на основе сервисов, то есть бутылтерия, финансы, логистика и так далее, которые обслуживают те или иные бизнес-единицы или наши потоки ценностей по продаже. Сейчас мы встроенно запускаем следующие операционные потоки, опять же, исходя из ценностей и из нашего клиента, которому мы поставляем эту ценность. У нас стартовал бизнес работы с внешними продавцами, соответственно, marketplace в наших цифровых каналах, и это уже другой клиент, он получает другой опыт и ценность для него, которую может предоставить бренд, компания другая. И набор шагов, и набор решений тоже отличается. Поэтому это в явном виде было выделено в отдельный поток ценностей, которым мы тоже управляем. И третий, поскольку живем мы в мире, который стремительно изменяется, мы поняли, что нам нужно работать и на ZAN, мы поняли, что нам нужно работать с опережением. Соответственно, выстроили еще третий поток ценностей, где клиент уже – это сама компания, ценность – это новые технологии, новые возможности, новые инструменты, которые поддерживали бы развитие бизнеса в необходимом темпе, давали бы всем вокруг эти самые возможности, знания, ответы и так далее. Соответственно, сейчас мы функционируем внутри департамента с тремя потоками ценностей, они разные по размеру. В общем-то, растем дальше, развиваемся, вроде как работает. А вот самая большая сложность с твоей точки зрения в чем? Что бы ты мог порекомендовать коллегам, которые на этот путь ступают? Я точно готов порекомендовать сначала определиться с ценностью с клиентом, к которому вы поставляете ценность. Потому что мы, конечно, зашли изначально, если с первой ценностью было понятно, потом мы их перемешали все, и от этого были проблемы. То есть с выявлением тех самых потоков ценностей, с определением, что есть ценность, с определением шагов, которые необходимо пройти. То есть ценность, например, для нас, как ритейлеров, это не тот продукт, который мы купили у бренда и привезли клиенту, а тот самый опыт, который клиент получает при общении с брендом. И вот понять ключевое, вокруг чего вы организуетесь, понять это правильно, определить это правильно, это на самом деле пол, ну не полпути, но серьезный шаг к тому, чтобы достичь успеха. Если вы ценность определили неправильно, то, скорее всего, вы отгребете очень большое количество различных проблем при движении к построению эффективного потока ценностей. И, скорее всего, придется реорганизовываться дальше с болью, кровью и потом. Здорово. Спасибо большое. Спасибо, коллеги. Давайте с вами поговорим по поводу идентификации потоков ценности чуть-чуть поглубже. И вы немножечко уже в ваших командах пообщаетесь, если нужно между собой, пожалуйста, как вы вместе договоритесь идентифицировать поток ценности. Мы сегодня, напомню, говорим в первую очередь об операционных потоках ценности. По моему личному опыту, по опыту многих участников, та, которая у нас здесь сегодня присутствует, в этом основная задача. То есть, когда вы определились с операционкой, с разработческими потоками ценностей, с поездами, уже все намного проще. Но если вы изначально этот шаг сделали неправильно, как то, что было сейчас сказано, у вас большая проблема. Поэтому давайте попробуем договориться, как этот шаг делать эффективно. Значит, вот здесь пример банка. И банк много всего делает. Различно есть подразделения, как вы видите. И, соответственно, можно его поделить на такую матрицу. Вопрос, как клиенты описывают или воспринимают поток ценности, который они получают. Ну и здесь вот как раз продуктовая история, продуктовый поток ценности. То есть вот у нас есть займы, и мы смотрим на поток ценности, который отвечает за, соответственно, на создание различных продуктов. И в зависимости от того, какие типы потоков ценности вы рассматриваете, могут быть очень разные вопросы, на которые вам нужно ответить для того, чтобы идентифицировать эти потоки ценности. Если вы являетесь, соответственно, сервисной компанией, либо ваше подразделение является сервисным подразделением внутри компании, то вопрос в том, какие продукты, услуги вы предоставляете потребителям или кому-то еще, например, внутри вашей организации. Какие сегменты рынка вы обслуживаете? Если у вас крупная организация, какие внутри сегменты вашей организации вы обслуживаете? Если вы разработчик, производитель встраивающих, например, киберфизических систем, то есть у вас и софт, и железо, или, может быть, соответственно, больше железа, какие продукты вы продаете и поддерживаете? Из каких крупных подсистем эти продукты состоят? Какие ключевые операционные возможности вы создаете или обеспечиваете? Какие критические, нефункциональные требования вы улучшаете? Если вы делаете программное обеспечение, как независимый разработчик, то вопрос к вам, какие программные продукты или услуги вы продаете, какие сегменты рынка вы обслуживаете? Если мы говорим о внутреннем IT-подразделении, соответственно, помните, например, CRP, например, может быть, что-то похожее в вашей организации, то какие бизнес-процессы вы обеспечиваете, какие отделы вы поддерживаете, каких клиентов они обслуживают, как они описывают предоставляемые вами услуги, на какие ключевые бизнес-инициативы они нацелены. То есть вы сейчас видите, что это на самом деле очень сильно зависит от того, какие решения вы принимаете вот здесь. Это в смысле дальнейшее построение уже разработки поездов, команд и так далее. То есть вот здесь очень важный пункт. Руны, do you want to comment on these questions? Because I think it is crucial to understand why we are asking those questions. Yeah, so the questions will, of course, help us identifying those different kind of value streams in the organization. То есть эти вопросы позволяют определить разные типы потока ценностей в организации? Sometimes it's very easy, because your operational value streams are simply the products that you produce and sell. Иногда это очень просто, потому что операционные потоки ценностей это просто продукт, который вы производите и продаете. But sometimes, and especially for maybe the internal operation of value streams, they can be a bit more tricky. So these questions will help shed some light over some of the value streams in the organization. А иногда для внутренних, особенно, процессов это может быть более сложно, и эти вопросы позволяют пролить свет на то, что мы исследуем внутри организации. So it's meant as a help, but of course, getting help from some experienced people who've run such a workshop before is also quite important. Эти вопросы помогают, но еще очень важно, чтобы у вас была помощь от людей, которые уже проводили это мероприятие, эту мастерскую. Это тоже очень-очень поможет. Следующий шаг, мы его совместим, собственно, с мэппингом, поэтому сейчас мы это делать не будем. Может быть, мы еще чуть-чуть раздвинем сессию Q&A. То есть вы можете в мир и сейчас сами посмотреть. Эти вопросы все там перенесены. И обсуждая, собственно, какой поток ценностей дальше вы будете визуализировать, пожалуйста, смотрите на эти вопросы. И у нас есть специальный шаблон, который вы заполняете. И вот, собственно, вот эти поля, то есть тип определяете. У нас четыре типа, напомню. Название, описание, клиенты. Очень важный пункт. Кто ваш клиент? А здесь, на самом деле, от этого пункта идет еще история, которая за рамками нашего митапа. Но слово клиентоцентричность скажу. То есть мы определяем ценность для клиента, для какого. Что это будет для него за ценность? Триггеры важны. То есть что запускает данный поток ценности? Что является ценностью? И, соответственно, ценность у нас два типа с вами. Есть ценность, которую получает предприятие, есть ценность, которую получает клиент. И это далеко не одно и то же. Здесь, соответственно, две строчки, две ячейки, которые вы заполняете. Вы можете, прямо сейчас мы этого делать не будем, но когда мы уйдем в, соответственно, идентификацию, вы можете эти поля заполнить. Поверьте, вам это очень-очень поможет. В мастерской этот шаг является обязательным. Мы должны посмотреть на несколько важных вещей, прежде чем запускать следующие упражнения. Вам нужно понимать, что операционный поток ценностей – это те вещи, которые мы снова-снова и снова делаем. То есть мы кредиты выдаем, выдаем, выдаем. То есть это повторяющиеся операции для организации. Надо понимать, что у нас есть триггер, который начинается с клиента. И заканчивается это ценностью для клиента и некоторым результатом, в данном случае финансовым, для предприятия. И дальше у вас есть шаги, которые необходимо выполнить от запроса до получения ценности. И здесь важно помнить, сколько шагов вам нужно. Если у вас один, два, три шага, наверное, вы слишком обобщили, и вам нужно делать это более подробно. А если у вас порядка тридцати шагов, наверное, это слишком детально, и вам нужно и группировать. То есть от пяти до двенадцати шагов – это хорошее количество для начала. И люди, которых вы видите сверху над потоком ценностей. То есть вот эти серые люди – это те люди, помните, мы с вами вначале делали упражнения, идентифицировали департаменты и силосы, всякие подразделения. Да, вот это как раз представители этих подразделений. Здесь мы это используем. И вот здесь вот такой товарищ с бабочкой – это наш клиент. И указаны места, где мы взаимодействуем с этим клиентом. Сейчас предлагается пообщаться уже внутри. Давайте еще возьмем 15 минут для того, чтобы вы в ваших командах подумали, как тот поток ценностей, который вы выбрали, визуализировать таким образом. Если у вас есть, будет еще оставшееся время, вы можете пойти чуть-чуть подальше и идентифицировать системы. Помните, там внутри до этого на слайдах были желтенькие квадратики под соответствующими шагами потока ценностей. То есть нам, на самом деле, двигаясь вперед, нужно понимать, какие системы или решения нужны для того, чтобы работал поток ценностей. Напомню, что это либо то, что поддерживает его, либо то, что продает этот поток ценностей. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть в мире. Значит, вот у нас есть, соответственно, вопросы. Обращаю внимание, вот у нас вопросы, вы можете на них подсматривать. Было бы неплохо, если бы вы все-таки по максимуму заполнили эту табличку в начале. Ну, либо если у вас есть общее понимание и желание сэкономить время, побольше заняться визуализацией, то у нас есть, соответственно, здесь карточки зеленые – это шаги потока ценностей. Вначале обращаю внимание, триггер. И вместо слова триггер нужно, конечно, написать, что это за триггер в этой карточке. А так, соответственно, вы на белых карточках сверху указываете подразделение, а на карточках снизу, если успеваете, указываете продукты и системы, которые используются в этом потоке ценностей. Я надеюсь, вы хорошо пообщались. Но, конечно же, в реальной жизни не за 10, а не за 15 минут это делается. Существенно больше времени нужно для того, чтобы эту работу произвести. А онлайн еще больше. То есть я обычно от 30 до 50, в некоторых случаях до 100% добавляю, когда речь идет об онлайн-мероприятии. Особенно, когда люди не знакомы с инструментом, потому что, как я иногда шучу, онлайн-мероприятие – это борьба с инструментами для проведения этих онлайн-мероприятий. Собственно, что дальше? То есть у вас сейчас есть некоторая идея, что такое операционный поток ценностей, как мы визуализируем операционный поток ценностей и для чего это нужно. И дальше мы, когда мы это сделали, нам нужны следующие шаги. Какие обычно следующие шаги делаются в этом упражнении? Это, конечно же, переход к построению разработческих потоков ценностей, поездов, включение в них людей. И я сейчас передам слово Руно. Я просто скажу, что в левом нижнем углу это реальное, на самом деле, упражнение, которое делалось одним из заказчиков. И таких у меня достаточно много. То есть вы видите, насколько детально это проработано. Ну, конечно же, не за 15 минут. Руно, over to you about the next steps. I'm conscious about the time. Yeah. So after you have done the identification of the steps in the operational value stream, then you move on to identify the systems that either support the operational value streams or those products that you actually build that the operational value stream sells. Следующим шагом будет идентификация систем, которые помогают работать этому потоку ценностей либо создают продукты или даже системы, которые продают операционный поток ценностей. И когда вы понимаете, какие у вас здесь системы или решения, вы понимаете, какие люди создают, разрабатывают, тестируют, выпускают в производственное использование эти решения и системы. And we need to identify all of these system builders so that we can, at very last, get them organized into our development value streams and, at the end, into the agile release streams. То есть нам нужно определить этих разработчиков для того, чтобы понять, какие у нас будут команды и, в конечном итоге, какие у нас будут релизные поезда agile, то есть команды-команды. Очень важно не забыть, что мы смотрим на людей в операционном потоке ценностей, которые нужны нам для того, чтобы разрабатывать, развивать эти продукты и включаем этих людей в наши разработческие потоки ценностей. So, a very simple example here. If you're working within banking or finance, you very often need to have legal people involved in the process. So, this is why we also want to identify them, so we can work together with them. And, as you can see, on the two pictures on the left, sometimes this map is very simple, or if you look at the bottom one, they can be very, very complicated and take a long time. И, как вы видите на картинках слева от нашей схемы, иногда эти схемы, эти карты простые, как верхняя, или могут быть достаточно сложными, как нижняя, и занимать существенное время для разработки. Есть ли рекомендации, стандарты по визуализации потока ценностей? В каком виде это обычно фиксируется? Александр, я так понимаю, больше вопрос про нотацию, а не про инструмент. То есть какие рекомендации по нотации, да? Да, 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 да. То есть как это обычно в компаниях фиксируется? Ну, вот, может быть, Максим поделился бы информацией, то есть как это оформляется, чтобы, скажем, согласовывать с вышестоящим руководством и так далее. Давай, Максим. Я могу ответить, да, с вышестоящим руководством не согласовывали пока еще до сих пор. Вот ровно вот как здесь нарисовано, ровно так это и делается. Когда мы проводили это вживую, это были доски, стикеры живые, рисовали, фотографировали, выкладывали в конфлюенс. Когда сейчас делаем в мир очень похожие схемы, которые здесь на слайде, точно так же мы это отрисовываем. На конфлюенсе, в разделе, где у нас есть описание стрима, где есть и основные вещи, эти материалы выкладываются для того, чтобы обратить сайт к ним, когда это нужно для понимания. И периодически, вот сейчас мы к этому моменту подошли, там сейчас стримов, которые мы запускали год назад, мы сейчас пришли к тому, что один стрим сейчас разделяем на два, будем проводить заново в или стрим-маппинг для того, чтобы корректно разделить их. Это по большей счету инструмент, который понимает всем участникам понять, что нам нужно, границы стрима зафиксировать роль, но мы согласовательных процессов каких-то не делали. Как-то нам пока обошлись без этого, что Бог. Да, ну то есть еще раз Рун здесь подтвердил, что не так принципиально, то есть где-то вот в таком виде, стикеры, где-то вот сложные схемы. Вопрос в том, чтобы это делать и договариваться между собой, договариваться на уровне всей организации. Это, собственно, карта, наш путь, как мы идем по трансформации в сейф. Есть два отмеченных, но на самом деле в реальной жизни даже три места, где мы проводим эту мастерскую. То есть обычно, когда вы начинаете трансформацию, вам нужно вначале понять, какие вам нужны люди, и вы делаете это мероприятие на старте вашей трансформации, вот то, что я выделил. И, конечно же, когда вы новые поезда запускаете, еще больше поездов, вам еще раз нужно эту мастерскую проводить при расширении на всю оставшуюся организацию. То есть идея в том, что вы для существующих поездов каждые полгода, может быть, каждый год, проводите заново эту мастерскую, потому что происходят изменения в продуктах, в сервисах, в составе. То есть если вы не проводите эту мастерскую, то мы можем зафиксировать статичную картинку, а мы хотим, чтобы организация была гибкой и могла подстраиваться под изменения в потоках ценностей. Поэтому нам нужно регулярно для существующих поездов проводить эту мастерскую. Если вы хотите узнать больше, какие следующие шаги могут быть для вас? Вы можете зайти на набор статей карты запуска SAFE, Implementation Roadmap. И есть замечательные статьи непосредственно на scaledagileframework.com. Если вы заходите сверху, там прямо написано Operational Value Streams, левый верхний угол. И посерединке тоже в верхней части Development Value Streams. Если вы нажимаете на вот эти надписи, открываются отличные статьи. На самом деле многие графические вещи, которые мы вам показывали, они из этих статей. Там это просто написано. Ну и, естественно, вы можете для того, чтобы узнать больше, ходить на метапы, как у нас сейчас происходит. Или, и точнее, второй вариант, это, конечно же, мероприятия обучающие, где вас уже научат, как это делать самостоятельно и профессионально. And that's what I have for today, Алексей. Можно ли забрать доску и показать коллегам? Конечно, я по результатам метапа все, что вы нарисовали в Мира, я выгружу в PDF. И у всех будет к этому доступ. Мы это просто выложим на сайте, там, где мы опубликуем видео. Но, наверное, это случится раньше, друзья. Вопросы? Можно голосом, на самом деле, размьютиться? У меня есть. Давай. А меня слышно, да? Прекрасно. Вот, да-да-да. У меня вопрос, он такого практического характера. Я пока на него ответ нашел. Может быть, есть какие-то идеи. Значит, что проблема? Мы, когда рисуем операционный поток ценностей, мы, по сути, рисуем его изыск. Да, а нам надо сконфигурировать разработческий поток ценностей таким образом, чтобы он нам сделал другой процесс. Потому что мы, например, с этим процессом мы недовольны. Он там быстрый, долгий, неповоротливый. И там неэффективный с точки зрения системы. Поэтому мы должны подобрать команду, которая нам обеспечит создание, серьезную модификацию этого операционного потока создания ценностей. А инструмент нам говорит о том, как нам понять, кто сейчас поддерживает текущий процесс, текущие системы. Вот их мы собрать можем. А нам, условно говоря, нужны другие люди, другие компетенции, другие системы, возможно. Как вот это? То есть, фактически мы людей-то собираем не для того, чтобы поддерживать этот поток ценностей, а для того, чтобы развивать, делать какие-то крупные задачи, которые будут серьезно трансформировать. Как вот здесь понять, сколько и каких людей нам нужно, чтобы сформировать правильно этот поток ценностей? Я думаю, что я хочу пример. Я понимаю, что у нас есть команды, которые создают функции и продукты, которые используются в операционной платформе, но я не уверен, что я понимаю, что это часть изменения в операционной платформе. Аруна просит какой-то пример. То есть, не совсем. Мы хотим улучшить наш продукт от офлайн, от интернета, от интернета, от интернета. У нас есть другие системы, а другие процессы, но для наших клиентов это же самое. И мы нужны другие люди, другие компетенции, как для того, чтобы создать самую цену для наших клиентов. Но для других платформ, других систем и других процессов. То есть, предположим, вы продаете продукт, и вы мигрируете этот сервис в облако. В любом случае, операционный поток ценности будет про продажу этого продукта вне зависимости от того, где он находится, у вас или в облаке. В этом примере операционный поток ценностей не меняется. Но вам нужны будут люди, которые создадут продукт для того, чтобы мигрировать его в облако. И это работа для людей в разработчиком поток ценностей, а не тех, кто работает в операционном потоке ценностей. Я надеюсь, это поможет. Я думаю, что это показывает, что это показывает, как вы создаете. development team from oppression scenes, but we don't use in this workshop future vision of I think there is an answer, but it's a different workshop, which is called LPM workshop I think you're right let me try to answer that в чем здесь может быть правильный ответ в том, что ответ на то, как сейчас и как будет он заключается в тех эпиках, которые меняют всю нашу организацию и это не делается в LPM, это делается у нас есть отдельный workshop LPM, и там мы анализируем, как наш портфель и конкретные потоки ценностей в этом портфеле разработчики выглядят сейчас и как они будут выглядеть в будущем то есть 2B и разница между ними это набор эпиков, который нам нужно сделать в нашем портфеле для того, чтобы это изменение провести то есть может быть просто немножечко не тот инструмент, нам все-таки нужно смотреть на изменение всего нашего портфеля да, и мне кажется, это причина, что мы не можем определить, какая команда нам нужна для того, чтобы создать разработчики исходя из VSM-а VSM-а недостаточно он показывает нам текущее состояние и все а эти люди, которые там сейчас поддерживают персональный процесс возможно, они нам и не нужны но работают платформы там, не знаю, отправки сообщений не надо ничего менять нам вообще другая сейчас платформа нужна для того, чтобы существенно менять эту историю и поэтому для того, чтобы сформировать стрим нужно иметь две вещи текущий процесс понятно, посмотреть надо вторым шагом надо посмотреть набор эпиков и что мы хотим поменять и уже как-то переварив эту информацию, сказать какой будет стрим какие нам вообще люди нужны какие компетенции нужны да, это действительно так I think that's a very valid point это очень абсолютно важное важное замечание thank you for explaining that in Russian thank you Максим, тебе тоже большое спасибо это очень важное на самом деле сейчас уточнение то есть не нужно воспринимать value stream mapping как универсальную решалку да, то есть мы анализируем текущий поток ценностей операционной и под это подстраиваем нашу разработку но если мы говорим про создание чего-то нового это немножечко другой уровень он тоже есть в сейф и есть тоже неплохая мастерская в рамках LPM ну, либо в тренинге либо отдельно тренинг он тоже может проводиться ну, просто я еще мы это делаем для того, чтобы бизнесу что-то надо ему что-то в текущем не устраивает поэтому инвестируем и вот эти вещи надо сразу комбинировать как-то и они из-за этого не сконфигурируют стрим нормально да, спасибо большое это очень ценное замечание да, да мы полностью с трудно здесь согласны с этим это так то есть мы по сути строим наш поток ценностей разработческих исходя из будущего понимания операционки а не текущего ну вот если в двух словах то так но мы сейчас туда углубляться не будем это это в ЛПМ да, можно вопрос один конечно не у тех компаний есть карта да, потоков ценностей но у многих есть карта бизнес-процессов я просто хочу понять да, в чем ключевое отличие бизнес-процесса от потока ценностей да, потому что во многом это схожие понятия это бизнес-процессы тоже набор шагов в которых есть там вначале какой-то триггер он направлен на конкретного клиента да есть ответственные по шагам есть системы в которых он делается то есть вам очень много схожего но в чем отличие отличие заключается в том что мы бизнес-процесс это может быть про все что угодно то есть вообще про все что угодно здесь мы на уровне всей компании определяем те решения те продукты те сервисы которые мы создаем соответственно вокруг которых мы организуемся то есть я вначале говорил на самом деле что поток ценностей это тоже разновидность бизнес-процесса но только мы для простоты анализа и оптимизации это тоже за рамками нашего сейчас с вами мероприятия но там есть определенные способы оптимизации анализа мы его упрощаем максимально и это все-таки высокоуровневые потоки которые доставляют ценность нашим конечным клиентам и затрагивают основные бизнесы нашей организации то есть в масштабе в способе визуализации это очень похожее да действительно они очень похожи это очень похожее в этом случае value streams это очень известный и типичный и это отчет и это отчет от lean если это то же как вы называете бизнес-процесс то нет то есть мы просто выбрали использовать слово value stream как это известная терминология в lean то есть просто идея value stream пришла из lean и ну в общем-то то же самое да Рона сейчас говорит что это действительно похожая идея но она здесь просто используется определенным образом то есть это вопрос нотации использования ну и масштаба вот собственно понял спасибо спасибо что делать если потоки ценностей конфликтуют как паратизировать Сергей а можно чуть-чуть больше деталей потому что ну что значит конфликтует то есть вот мы сейчас вот Максим об этом немножко говорил Сергей об этом немножечко тоже говорил в какой конфликт то есть в чем конфликт заключается у нас есть и какие потоки ценности да то есть мы все-таки говорим про разработчики в вашем вопросе или про операционные тут очень много может быть вариантов на самом деле и хотелось бы детали операционный поток ценностей конфликтует значит смотрите вы говорите что операционные потоки ценностей конфликтуют внутри одного подразделения наверное или там многих подразделений правильно я понимаю ага окей так собственно в этом это немножечко за рамками сейф немножечко за рамками сейф Но, тем не менее, современные компании становятся эффективными благодаря тому, что они организуются вокруг одного потока ценностей. То есть, когда этот конфликт просто убирается, потому что ты не занимаешься многими потоками ценностей. Понятно, что это упрощение, потому что в поддерживающей функции у вас будет это. Но мы стремимся к тому, чтобы поддерживающей функции стало как можно меньше. Вот такой ответ. Но на уровне сейф для разработчиков потока ценностей такой конфликт очень понятным образом снимается. И там это, собственно, в фреймворке описано. К вопросу с операционным явного ответа в сейф нету, но это ответ, в принципе, современной бизнес-практики. Мы этот конфликт просто убираем. Мы не работаем над разными потоками ценностей. Мы убираем силосы и собираем людей вокруг единого потока ценностей. Вот, собственно, ответ на ваш вопрос. Операционные потоки ценностей по определению идут через многие силосы. Я редко вижу, чтобы в одном подразделении весь поток ценностей существовал. И он был один. И обычно как раз проблема в том, что идут передачи информации или чего бы то ни было между разными подразделениями. И это всегда задержки. Это всегда ожидания. И это всегда проблема. И в ряде организаций они очень узко мыслят внутри этих силосов и видят только свой кусочек. Я отсюда получил, туда передал. И никуда больше. А на самом деле для эффективности важно понимание всего операционного потока ценностей. От запроса клиента до создания этой ценности. Я тут бы, пожалуй, добавлю, что как раз, наверное, это и есть характерное отличие бизнес-процессов от value streamов. То, что бизнес-процессы не отрицают силосы, подразделения. Они их скорее поддерживают. То есть есть много подразделений. Окей. Value stream как раз, наверное, вот направлен на то, чтобы разрешить убрать вот эти границы и сделать поток, проток через организацию максимально эффективным, быстрым и так далее. Спасибо большое. Да, хорошая мысль. А мне еще показалось, что если операционные потоки, они между собой не конфликтуют, они могут конкурировать за клиента. И там даже даже наработают нормальные экономические правила, как разрешать конфликт конкуренции на переорганизацию. Ну да, это тоже может быть проблемой. Это следующий шаг. Это может быть проблемой, может быть решение в некоторых случаях. Тут, ну вот это, понимаете, это уже выстраивание бизнеса внутри вашей компании. Все-таки сейв скорее про создание продукта, чем бы этот продукт ни был. А вот выстраивание бизнеса – это немножечко другой уровень. То есть сейв говорит, что бизнес, операционные потоки ценностей должны быть бережливыми. Да, Лин. Но на текущий момент на этом, в общем-то, и все. Oh, yeah. Cannibalizing your own business. Not good. Каннибализация собственного бизнеса – это не очень хорошо. Да, и мы такие… Скажите, правильно я понимаю, что для того, чтобы идентифицировать правильно потоки создания ценностей, должна быть определенная зрелость организации и некая Лин-культура? So that's the thing about value streams. You can't see them, and they're always there. Ну, то есть вот, да, видишь Услика, да, а он есть. То есть вы не видите потоков ценностей, но они присутствуют в любом случае в вашей организации. Хотите вы этого или нет? И рекомендация, когда вы делаете первый раз это упражнение, чтобы у вас присутствовал кто-то и помогал вам кто-то, кто это уже проходил ранее. То, что если уровень зрелости низкий, используйте помощь снаружи. И это поможет. В любом случае, это начинать нужно делать на любом уровне зрелости, потому что, по моему опыту, это поднимает правильный вопрос в организации. Может быть, они не получают сразу правильных ответов. Но это вызывает вопросы, которые двигают на пути получения этой самой зрелости. Так, Сергей пишет. Бизнес-процесс, на мой взгляд, это черные ящики с ходом функций-выходом. Хорошо поддерживают сохранение силосов. Уэлистримы – это про устранение барьеров для ускорения потока ценностей через компанию. Да, идеологически это именно вот так. И идея за ними как раз в том, чтобы повысить эффективность компании, а не зацементировать неэффективность, которая присутствует. А может быть, ее еще и ухудшить. Друзья, я, наверное, на этом буду закрывать наше мероприятие. Спасибо всем большое. Спасибо тем, кто задавал вопросы. Спасибо всем, кто участвовал в упражнении. Отдельное спасибо нашим выступающим. Спасибо, что уделили время и поделились вашим опытом. And, Runa, thanks to you to be able to find time to participate and to explain firsthand from this Health Agile standpoint what things, how are things in reality and from your experience. I learned a new word. Спасибо, must mean, thank you. Exactly. I got educated today as well. Thank you for that. No, it's always a pleasure to come here. I think that you have so many great questions. And I'm just, I'm happy to help you answer them. I'm happy there are some really smart people here who can also help answer. Спасибо большое. Я очень рад с вами работать, рад быть здесь. У вас очень умные люди, отличные вопросы задают. И, собственно, было приятно с вами здесь находиться. Друзья, спасибо еще раз. Хорошего вечера. Спасибо. Счастливо. Спасибо.